Праздничные фанфары, да начнется бал, торжество женственности и офицерской выправки. Для Юлии Шведовой это настоящее событие. Закружиться в вальсе на балу почти что мечта детства. Подготовку, признается девушка, начали заранее. Мы начали готовиться еще давно. Мы выбирали прически, выбирали платья. С нашим хореографом Екатериной Васильевной долго доделывали танец, репетировали почти каждый день и пришли к сегодняшнему танцу. Бал – одна из замечательных традиций России, которую сегодня возрождает во многих учебных заведениях и школах. Мазурка, кадриль, подыграс и, конечно, вальс – король всех балов в исполнении девушек и юношей кадетских классов Одинцовского округа. На бал пригласили кадетов из двух других школ – Квантун и Савина Каренской. Танцевальные узоры один за другим сменяли друг друга, не давая возможности перевести дух ни зрителям, ни самим танцорам. Сегодня вы увидели, как выглядит будущее нашей страны. Я надеюсь, что многие из них, часть какая-то самой достойной, станет по полной 3D-офицеров Российской Федерации. И сегодня для них очень важно показать себя, свои школы представить. Показать себя на светском приеме и завести новых друзей сегодня посчастливилась кадету Никите Волошину из Звенигорода. В свои 14 юноша уже имеет серьезное звание. В прошлом году получил звание вице-младшего сержанта за заслуги в юно-армейских соревнованиях и во всяких городских мероприятиях. После танцев – военно-патриотический форум во имя подвига и мира. На бал в качестве почетных гостей пригласили и участников специальной военной операции. Говорили о любви к родине и мужестве. Патриотические песни, стихи, напутственные слова. Кадетский бал в этом году прошел впервые и объединил более 100 участников. В планах организаторов сделать мероприятие ежегодным. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, Илья Павлов, телекомпания «Дельцова».